всем привет уважаемые подписчики и зрители канала с вами армак выпала пара нам играть на шаблоне вера против азат m8991 он за инферно кстати герой более-менее что уже радует есть блоки перед замком и это минус но надеюсь сам ухты гунар пришел терек я ну качать все равно думаю будем пока гундулку так что будем брать птичек или без птиц попробуем разобраться наверное все таки птиц сразу поставим с ними намного проще собачек наверное попробуем не брать так ну что ж поехали качаться и кстати склепик сразу же есть надо будет наверное склепик тоже сразу попробовать залазить играем без правил именно так решил соперник я ему в принципе предлагал с правилами или без он правил портала heroes world не знает что наводит на мысль на то что он все таки наверное игрок не очень высокого уровня шестерых подслили что еще хоб гоблинов попробуем стукнуть не отходя от кассы потому что заклинания могут быть в святынь как очень даже и неплохие и и снова разлом чик в центре все пошли вперед точно так же разбираемся с верхними перекрываем нижний проход ай-яй-яй морали как же так снова перекрываем проход снизу пятерых ладно немножко подрастеряли армии гунар тоже с разгонщиком что не может не радовать и побежали побежали собирать много много золота соперником решили без рестартов только если сильный блок не дает выйти из города тогда рестартим демоны но их много так без руды мы развиваться не сможем поэтому пока находимся здесь сразу забираем дальше разгоняемся на тераке воздушный щит просмотр воздуха так внешнее жилище птичек имеется так не знаю давайте вистанчика возьмем у некромант пришел и вот тут уже есть возможность подумать может играть через некроманта а не гундулу как думаете охран поднекрения как по мне более чем предостаточно тем более тоже видами на до правилах его отключены да я думаю будем играть через некроманта все предпосылки к этому есть телепорт под скелетов ребят я думаю вы знаете насколько это топово так ну что немножко стрелков немножко отжора и поехали сходу не крить в этом плане гундулка сейчас поможет берег кстати ну хотя ладно пока в склеп не лезем нам в принципе все пригодится а дальше уже будем смотреть берем телепорт и первая охрана побежали закрываться пойдет слот поднекрения тоже вроде как открыт снимаем ответку хорош 8 скелетов есть блин ну сотня горгулек это сильно жестко пожалуй вистанчиком подберем самоцветов чуть-чуть и наверное полезем брать сразу склеп так станем справа тоже справа птицы рук по центру давайте вот так вот справа тоже все поехали так ясненько бьем тут надо войтица наверх поводим зомбят немножко что по здоровью 42 можно бить 28 до 28 до 28 проклятие без толку накидывать при всем желании вейт рановато бить рановато бить еще 10 скелетов упало просмотра просмотра воздуха ну такое себе конца на перспективку тоже имеется что тогда станем под пробивку кристаллов гундула тогда разгоняет вот как то так так давай сюда да ну пожалуй все наверное все там тазар ясно тазар за инферно серьезно так ну город почти что халявный можно каким-нибудь магом забежать взять но нам с магами не повезло блин и особо же не разбежишься потому что наверх надо будет пробиваться так что пока будем обходиться той армии которая есть и при всем уважении собачек брать пока что не выгодно нам так что справляемся своими силами тем что есть ну практически примерно так я и думаю что мы потеряем ну да короче двоих таки потеряли шесть скелетов и надо ехать наверх поэтому гундулка сразу же сыпет еще единичек на ведомину этих уже поболее так надо бить здоровье пока вроде терпимо остаемся наверное на месте ну чуть-чуть назад может быть отойдем ну что пришло время разбираться наверное с верхними так понеслась птичку не хотелось бы терять пожалуй самое такое серьезное еще и дипломатия пришла не ну раз играем без правил тогда берем конечно и дипломатия тогда берем и дипломатия можно кстати на скелетах поехать забрать снизу то есть допустим мы отсюда забираем скелетов о стоп не скелеты наверное оставим а вот этих два стека можно будет там где-нибудь поиспользовать или даже не так вот этих оставим а дальше гундула например на гунара передаст такие вещи гунар передаст сюда и соответственно терек а сюда не добраться гоги мешают блин но это уже совсем другое дело так болотный замок который тоже можно по простому забрать правда гундула это не сможет сделать что если на скелетах вистана мы туда зашлем стоп давайте не спешить тут надо еще один бой минимум провести в битве за шахту 61 14 да в принципе плюс минус так оно и есть а ну и она сама в состоянии себя разогнать кстати что замечательно а и станчик таким образом поедет дальше так трыжачок в которой мы не пройдем никак багнутых проходов здесь не имеется что делаем цитадельку наверное пока будем бегать ресурсы собирать как то так герой у нас пока больше шестерых говорят надо терять мы подставим с вами единичку пожалуй так и после этого ну ладно на всякий случай снимем ответку и как показала практика оно того стоило все забрали город забрали город что по золоту тут делать так гундула эвитамина поехали сражаться дальше блин ну золото жутко просто не хватает до лесопилки надо тоже пробиваться консерватория большая к сожалению блин большая часть респа по бездорожью вот в чем проблема так и тут тоже никак не объехать нигде с мастер гремлинами повоевать так а что у нас здесь пусть гундула проверит хотя нет нам надо ресурсы собирать какой проверить о чем вообще соц золото давай сюда так отстраивать виверн тоже такое себе дело надо тащить сюда побольше армии блин големов надо пробивать тоже будет побыстрее скелеты мне нужны только если мы едем дальше не крить а мы наверное я так понимаю что едем не крить 46 скелетов как-никак так ну понеслась до ресурсов все равно никаких особо мы не достаем пойдет продвигаем дипломатию плюс один сила магии и мы без разгончика castle к сожалению мы забрать с вами никак не в состоянии проверяем что у нас тут стрелочкам ну кстати да стоящая вещь однозначно стоящая так здесь надо тогда строить рынок а здесь нам надо на чудишь собирать поэтому золото понадобится куча и есть вероятность что чудища могут у нас и не стать хотя если мы с вами не поедем за плюс один силой магия поедем влево там мы подник риме еще немножко золото сможем с вами достать так и сделаем смотрим дальше соперник ходит конечно очень быстро замедление хорош золото 1 золото 2 еще золото пойдет гунарчик у нас мучить наверх вистанчик так и куда едет дальше и домино но замедление по-любому надо правильно по-любому побыстрее надо ехать стараться собирать золото так думаем как мы будем расставляться справа наверно так маленький склепик выпадает его второй раз тоже подставились дизморалечка не спешим ай-яй-яй как же мало дамага наносим на тебе единичку не хотят убивать дизморалечка так аккуратненько пробуем что пришло время снимать ответку хорош подрались да дальше у нас тут будет серная шахта так ну и по поводу терека есть еще вопросы разогнать нашего главного героя он конечно не в состоянии и смотрите мы почти насобирали может пока замок поставим а если на чудищ потом не хватит то думаю что должно хватить строим замок в остальном пока не спешим строится начнем с гунара золото раз золото 234 да тут еще и обойти можно хорош 9500 но я думаю на этот день уже золото должно будет хватить нормально благословения тоже кстати хорошие заклы так ну что гундулка тоже добывает ресурсы самое главное в начале худо бедно пробить себе как то направление и дальше уже конечно все начинает идти как по накатанной сразу тяжеловато было стартовать ну что поехали ломать серную шахту могу а вас тут многовато ребята спрятались и дизморалечки пошли 1 хп надо было на 1 хп не добить так серную шахту забрали на ней же кстати мы можем разогнаться что в принципе и делаем и уходим с другой стороны можно на этот же ход еще чуть-чуть подникрить но я боюсь что мы тогда можем с вами не успеть големов пробить это будет для нас более критично хотя с другой стороны если мы едем сюда шестой день не 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 слишком рискованную в баню не что-то верно тогда может быть еще поставим самое главное что главный родной город он уже отстроен к этому моменту хорошенечко 1 4 1 3 там надо дождаться когда же начнет работать дипломатия я думаю с того момента когда у нас уже станет армии побольше так прибыл ход соперник пока вроде как продолжает все так же отставать а мы с вами находим еще золото так но поскольку этот город полностью отстроен наверное пришло время строить виверн с ними тоже будет попроще воевать так терек забирает скелетов так ну кстати тютелька в тютельку с расставится цепочка по передаче армии блин мастер гремлина сейчас не хотелось бы трогать вообще здесь мы едем шахту завоевываем здесь продолжаем собирать золото плюс захват лесопилки плюс захват лесопилки так и после этого наверное битва с големами хотя с другой стороны если дождаться подвоза то проводить эту битву будет попроще там еще девять птиц надо чем-то пробивать возможно есть смысл сейчас разогнаться а пробивать на следующий ход после того как что как подвезут нам хотя бы еще собак да или виверн в общем пока остаемся на разгоне так и доминка возьмет пока что защиту шестая скорость пока не спешим выкупать поставим еще один рынок так и наступает следующий день мистический сад конечно дерево золото так ну и чуть чуть больше разведаем просто чтобы знать если соперник выйдет в трежерную зону чтобы мы про это с вами знали заранее так ртуть самоцветы это все заберется позже терек в общем то в состоянии армию дотащить куда надо здесь выкупаются еще собачки блин ну вообще есть огромные опасения что нам этого не хватит в итоге 1 4 2 3 1 4 2 3 давайте одну гарпию чтобы поводить в основном единички для снятия ответок угу 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 назад вообще мы рисковали когда сейчас вылетали по сути снимаем ответку со второго стояка рядом так чуть наверх ой-ой-ой дизморалички все эти неприятные моменты давай сюда ну почти пятая скорость против 5 что брать да подставлять гарпию наверное наверное гарпио 45 ну там не особо есть смысл даже накидывать на них ладно скелетов под удар тогда поставим таки быть фух опасно было вейт снимаем ответочку наверно бьем и земля заходит 42 скелета вопрос хватит ли нам этой армии чтобы целых девять птиц пробить принципе большие опасения есть 1 2 собаки но это последний день то есть если сейчас не возьмем тогда прирост птиц будет гораздо меньше 60 здоровья блин но мы не вылезем блин к сожалению нельзя брать может тогда лучше попробовать сбегать взять золотую шахту тоже кстати под вопросом гильдию магов наверно надо ставить и садиться пополнять ману если пробить демонов конечно попроще станет 2000 чуть чуть не хватает тут цитадель очку попробовать поставить да но тоже выменять надо довольно таки много все едем тогда пополнять ману не рискнул я бить птиц потому что даже если там не будет морали все очень так опасненько там может складываться если будут это вообще gg сразу зачем нам прям настолько рисковать чтобы прям возможно даже писать gg что ж поехали собирать дальше свиточки замедление ускорение жажда крови вызов корабля всего по чуть-чуть можно проскочить вниз там еще дерево я вижу можно собрать 1 4 3 3 уже у соперника так а что мы будем выкупать второй рынок надо строить да а нет стоп рынке у нас везде ой как хорошо рыночки везде один стоит 1500 надо чудищ побольше набирать с ними в разы будет быстрее и проще нам проводить битва насчет улучшения чудища пока даже речи не веду так и еще чуть-чуть так птичек пока также мало будет в наличии но ничего зато собачек уже 29 хотя сосерцателей лучше вообще не брать то есть это даже хуже то что мы берем горгульки или золотая шахта давайте лучше золотую шахту потому что скупаться надо поехали 29 штук добиваем снимаем ответку отсюда всего лишь одного минусуем капец так очень мало кстати щитка не было нет кстати щитка не было ну ладно вейт 15 штук осталось капец все что мы так долго с вами копили очень быстро растеряли и 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 чтобы потом не бегать за воздухом пусть будет сразу так а вот и вариант немножко подник рить нам с вами 112 2 единички всего лишь кстати по поводу терека он может разогнать нашего главного героя и мы конечно же используем эту возможность скупаться не спешим ну кстати будет замечательно если этот город заберет даже невидамина с другой стороны на дипломаты по идее лучше будет если она сама будет воевать в каждом боем хохо еще один герой дипломат ребят ничего себе берем побольше от жора и вперед ну-ну-ну-ну-ну-ну такое себя хотя ну пять собачек не хотелось бы наверное терять хотя с учетом дизморали пускай пусть будет так ну вот тут пожалуй попробуем потерять поменьше вперед то что мы стрелков потеряли первыми это как бы даже логично ну вот это потерю уже поинтересней успеваем разогнаться шестая скорость да ну в принципе можно вот так тогда остаться так и все пожалуй 1533 по чуть-чуть по чуть-чуть но у него ситуация улучшается конечно не стоит на месте так что наверно удаляться ударяться точнее в префектуре пришло время здесь рынок так и того уже будет капать по 3500 за день так на ком не крит то будем или мы просто едем внешнее жилище сейчас брать что кстати тоже не исключено и не лишено смысла палач ясненько вторая золотая шахта там как-то с охраной вообще не свезло очень сильно птичек да пришло время бить может подскупиться все таки хотя бы чуть-чуть воздушный щит кстати мы еще не выучили до сих пор или может все таки в трыжак пробиться успешить бы не хотелось с другой стороны запустить разведчиков вроде бы вариант неплохой давайте все таки разведчиков запустим 14 штук ой я стык скелетом не взял а стоп так мы же его слили стыка скелетов теперь то и нет давай так блин почти все наверх пошли вы издеваетесь что ли что по здоровью сто тридцать восемь пойдет снимаем ответку ой 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 вот это пожалуй худший из вариантов которые мог произойти ой 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 ужас просто ужас не кажется ли вам что дизморали ну слишком много да из-за дисморали конечно капец тут как все плохо срослось ладно давай по чуть-чуть сюда тебя мы запускаем с разведкой терек ну конечно же разгоняет видоминку сам везет армию налево самоцветы дает но это понятно честно говоря не очень-то и сомневался и станчиком тогда пока что сделаем вот так ничего толком не видно все уезжаем потихоньку один пять четыре три прокачка продолжается играм пока проседает что подвести еще птиц попробовать попробуйте еще птичек подвести еще чуть-чуть наменять надо так хорош и если уж мы говорили о аджоре надо подумать про это сразу нам нужны единички которые в принципе мы и начинаем с вами вести так движение со стороны соперника не видно это кстати его зона ой 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 с экспертным замедлением это можно брать это кстати очень важный трэжер чок получается между нами не знаю как правый но вот этот реально очень важный ясненько скелетов брать нельзя да и этих пожалуй тоже единичек наберем пусть наши птички ходят раньше пробуем самое главное что нормальная мораль к остается вроде как даже так давай тогда таким образом с тобой поиграем снимаем ответочку мудрость или продвинутая земелька в данном случае наверное земелька мне поинтереснее смотрится так тут посещено что может быть тогда рогатых сразу хлопнем и запустим разведчика и в эту сторону в этот трэжер чок так два скелета они нам будут больше мешать чем помогать так 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 ну что ж пошла жара минус отбежали 98 здоровья кстати а лечение нету можно есть смысл в замедлении или или попробовать тоже да не сразу хлопнуть и все и нормально будет пусть грызут единичек если захотят так три скелета ой 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 вот что нам надо будет пробивать так гунар разгоняет на седьмой скорости сам поедет наверное виверт покупать вистанчика ставим на покупку здесь тоже как-то пытаемся по крайней мере разогнаться ну и пожалуй все спасибо огромное за донат одновременные ходы у нас кстати а почему они прервались встреча типа произойдет судя по всему да где-то появился соперник блин а почему же они прервались тогда мы где-то очень очень близко с ним так пандорку обнаружили золотую шахту пока вроде не взял так ну и мы собирались с вами все-таки усиливать не крение за счет пробивки големов правильно ящеров тоже можно будет потом сформировать в ударный стек пока что пожалуй рановато хотя сколько им там надо на грейд тысячи золота не на самом-то деле можно наменять если никто не может ничего собрать можно наменять спасибо ребят всем за подписочки ну что гундулу потихоньку отсюда тогда выводим от вистана тоже смысла особого там нет если его удерживать разгоняем терека и самого терека хочется запустить в трежерную зону чтобы о приходе соперника знать заранее не понял а это зомби стоят да да фух я думал там соперник уже где-то так ну там получается блок если там блок тогда надо проверить чуть правее крылья ангела кстати крылья ангела если мы играем с ним без правил это вообще имба надо проверить что там за охрана так рынок здесь стоит да рынок там имеется грейд ящеров делаем но это на потом сейчас мы их использовать не будем всему свое время ну ради одной единички передираться конечно же не буду плюс 10 процентов к некрению так ну и теперь вот самое главное будем ли мы проверять величину консерватории и вообще мы ломимся с вами сейчас в трежерную зону или позже в идеале надо это делать сейчас начинать хотя бы улики там собирать наверное а другой стороны у нас мана не пополнена без пополненной маме бежать в центр подставляться под соперника тоже такое себя мастер гремлины ну эти можно не сомневаться они не присоединятся конечно тим 643 капец он раскачанный там да я конечно отстаю насчет нижней трежерной зоны я сразу узнаю как он сюда выйдет вот если мы говорим о вот этой правой вообще без понятия слишком плохо все разведано у меня хотя нет наверное все таки я терека буду запускать ниже терек поедет у нас сюда спасибо за подписочки вам ребят блин так долго все это дело отбегать по-другому наверное никак кого нам там придется бить тоже пока непонятно ладно наверное все таки поедем в сторону уликов гунара тогда есть смысл поставить в цепь по подвозу армии так вистан наверно тоже там какую-то роль будет играть но это в будущем капец 1663 пока не вижу его следов да если крылья ангела заберем то мы все это сможем своровать так давай потихоньку домой что мы можем подвести если сделаем great собачек кстати great собачек мне больше просто аджор нужен наверное чем great собачек халявная довольно таки кулончик хороший блин 0 царе я скорее всего не возьму да мне по большей части здесь сейчас нужен аджор вот надо чтобы кто-то этот аджор подулик мне сейчас притащил ну что вистан справишься или нет этот аджор вот собак на аджор пускать но это уже ерунда как по мне так и гундула гундула начинает нычки собачек скупать из них тоже я думаю есть смысл под финал очку сделать хороший ударный стек попробовать по крайней мере гунар у нас был без разгона к сожалению так аджор скелетов не берем это берем это берем это конечно билиберда надо будет быстренько тут все послевать попробовать тогда может что-то и получится из этого если будет грыженный стек еще и ману высосит но у нас ее правда и так нет типа что нам бояться 82 блин убьют же не больно ну хотя бы нет грыженного стека это хорошо летели отлетели надо бить по кому-то 140 всеми силами ой 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 да они же весь аджор почти сгрызли а мне еще улик лезть конечно бредовенько в полном серьезе сожрали аджор капец экспертная некромантия ну давайте а вот кстати аджор наш приехал 90 штук 90 90 капец так ну пока падает а джордан ой 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 какой же ужас снимаем ответочку начинают жрать уток на из-за дизморали короче все вот это вот ерунда пошла всех уток сожрали гаденыши по троечке попробовать жахнуть на оружие предлагают или эксперт земля давайте землю наверно возьмем 5099 блин ну вот как мне сейчас это пробить вот серьезно как я на них замедлу они опять перекастуются в хосту и все мне надо ехать пополнять ману как ни крути гунар правда в этом деле помочь не может 1 6 6 4 так ну и никакого выхода пока что не было хотя вторая неделька заканчивается может не все таки просто там с той стороны так давайте катериком еще немножечко пробежим займемся разведочкой о утопка блин ну вот как как мне вот это вот отбить это же капец без пополнения мана я просто не вижу как это можно сделать к сожалению 2049 мы еще и без разгона были и вообще никуда мы не успеваем давайте тогда поедем знаете что брать консерваторию как вы на это смотрите реально поехать брать консерваторию остаемся типа на птичках в этом деле помогает гунар ну собачки конечно же их надо выкупить разгончик так по поводу вистана вообще непонятно что делать мне вообще с городами не повезло все три города и во всех трех нельзя строить гильдию магов в нижнюю трежерную зону я не вижу смысла идти если не брать вот эти два ключевых арта ну вот этот еще можно тоже назвать ключевым но соперник играет за воина так что он скорее ему нужен чем мне надо будет что-то насчет улучшения собак придумать да вот она вот тогда получится топовый ударный стеки из них причем под любые битвы все саму гундулку я думаю мы запустим сюда чтобы тоже немножечко заняться разведкой ну а ведамина домой мчит волшебная стрелочка на замок пока все равно не хватает можно еще одну префектуру поставить над этим кстати можно поработать почему бы и нет тем более гильдию мы все равно строить не будем так что смысл париться опять никаких следов и опять у него герой не разогнан 1664 вроде немножко приостановился а ну это его зона я понял все это его зона кстати он сюда тоже не добрался еще не собирал то есть неужели у него там такие сильные блоки которые не дают ему развиваться на самом-то деле печально если это так так мы можем сесть на пополнение маны здесь можем сесть на пополнение здесь но поскольку конец недели и не хочется тратить на отстройку еще одного гм наверное все таки будем садиться с этой стороны дальше хотелось бы передать всю эту армию в том направлении так чтобы потом можно было сделать еще подвоз ради еще одной виверны будем заморачиваться с отстройкой замка или нет кстати на самом-то деле там еще и ящеров будет больше у нас уже 22 до прирост 13 можем сделать больше а еще не но это единички это такое горгульки что с вами делать так давай сюда аделька все это дело забирает вистанчик у нас может начать отсюда так все дальше мы ничего не разведаем судя по всему так пожалуй все с этой стороны по поводу адельки что мы можем сказать давай будешь начинать с этой стороны наверное как не 3500 что все таки будем заморачиваться до ну ладно ну давайте не совсем я уверен что это надо было делать но пусть будет так ну что если на второй неделе не встретились то наверное именно на третьей сейчас начнется все самое самое не вижу никаких следов и ни одной из своих золотых шахт он не взял кстати в развитии он тоже остановился по дереву и руде он вышел вперед но оно и не мудрено так самоцветы далее блин я отбить отбил птичика не выкупил ой же есть просто птиц отдал ну что ты будешь делать ну что я предлагаю вистана потратить на то чтобы проверить размер консерватории наверное двойка тю мы этого боялись пойдет двоечка в принципе не сложно берется заезжаем сюда прячемся внутри тоже заезжаем как насчет улучшения птичек хотя в принципе не обязательно их прямо улучшать сейчас пять этих берем скелетов на анжор берем собачек только после улучшения будем брать в остальном даже и не знаю давай домой гунар в принципе он бы мог подтащить немножечко виверн до ударного стека но некогда это делать пожалуй 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 я думаю может быть и скелетов тогда не брать чисто на единичках выкрутимся более у нас вообще эксперт замедло есть что должно очень сильно в этом плане помочь ну нет нет вейт пока что так этого оставим на одном месте вейт вейт даже двоих туда отманем и все поехали хорош ух ты на одном хп выжили капец было жестко сейчас очень жестко 118 шесть какая ухи рисковые мы парни однако что у нас по здоровью девяносто шесть тоже кстати не все так просто пятьдесят девять тридцать четыре так надо отлетать wait терпим или бьем бьем наверно сразу семнадцать нет но этих мы скорее всего не выбиваем все таки тридцать четыре давайте две ответки снимем а я не в том раунде снял провал вот это был провал короче две единички отдал на ровном месте в никуда да ну и ладно продвинутый воздух пятьдесят скелетончиков так по негрению все равно вышли в плюс и не успели докачаться так так улик взяли и наверное все таки на мастер джинова надо будет сбегать сейчас или все таки еще чуть чуть вот здесь подникрить ладно давайте чуть чуть еще подникрим теперь можно разгоняться на ангелочках остаемся на месте хотя тех виверн то потом все будет выкупаться наверное мчим наверх что тут за закол третьего уровня забывчивость забывчивость это пожалуй не то что надо так защиту поднял ну пока кстати он так и не дошел сюда до верха пока видимо какие то блоки все таки мешают так заезжаем доходим до грейда птиц наконец-то наконец-то собачек пока не берем вообще а вот единички понадобятся так ну и телепорт под скелетов будет нужен конечно же надо 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 ну и прием не бойся я и ж и ну и зеркал в пока что сильно спешить с вами не будем работать будем со снятием от веточек все поехали все можно накидываться наверное на нижний стек даже несмотря на то что бьют они очень и очень больно 126 тактика придется от тактики пока отказаться потому что воздух мне нужен будет больше в ближайшее время так но делька же может сама поехать подраться там правильно а если он сядет пополнять ману точнее не а если она ведамина конечно вот и отлично сразу же тоже разгончик так ведамина на месте гуннар в принципе тоже на готове терека домой гундул сюда да пожалуй вот как то так пока закончим кстати есть домашняя пандора не хотим ли мы ее с вами брать наверное нет на следов соперника пока не видно так 3365 1764 так до золотых шахт он так и не дошел блин а что случилось будет очень интересно после партии посмотреть как он развивался и что вообще мешало я посмотрел у него в рейтинге две победы ни единого поражения пока что нету кстати по поводу самой видоминки и еще бежать и бежать то есть сражаться ей на эти дни принципе не предстоит поэтому пусть себе продолжает бежать да ну наверное наверное так гунар выкупает собачек гундула тоже хорошо здесь мы поедем тоже немножко подбиваем ресурсов и не только ресурсов а что если побежать все таки сначала в эту зону типа кавалеристов тут хлопнуть такое ну не знаю если честно хочется все таки сначала в эту сбегать потом уже забирать самое самое топовое с другой стороны хлопнуть сейчас пандорку плюс на силу магии есть вещи неплохие 2 гм можно поставить ну хотя бы такая хотя бы ладно водяную дали на 130 не знаю давайте попробуем гунар кстати доезжает и гундула дотягивает у птичек купим чуть позже а вот грейдануть собачек хотя грейдануть собачек тоже можно позже что у нас по единичкам единички там будут нормально все витаминка едет скелетов берем на этот бой или нет наверное не сильно хотелось бы портить мораль кстати может быть собак даже присоединим шанс по крайней мере есть там конечно как повезет шанс 44 4 скорость 5 5 5 6 6 6 что на всякий случай давайте накинем за медло все таки снимаем ответочку хорош тоже снимаем ответку остальными ждем надо брать мудрость потому что могут дать какую-то магию огненный шар и 5000 опыта ясно так а соперник получается откуда он спрашивает блин как он мог засветить что у меня есть существа последнего уровня ну ладно как-то узнал догадался так ну все наверно следующий ход так ну пока он так и не объявился кстати что по поводу собак мы все таки грейдим или нет да все таки грейдим выбираем птиц все скупаемся с вами по полной программе кстати видамина не брала плюс один к силе магии сейчас возьмет аделька тоже скелеты слишком сильно испортят мораль поэтому мы их не берем а вот единички нам тут понадобятся поехали да мы согласны их принять вот вам и дипломатия так но этих собачек надо будет все равно отвести на грейд все поскольку дипломатия начала работать то я конечно почти уверен что у нас все будет хорошо теперь 2049 кавалеристов так ладно птичек тогда значит потом птичек тогда потом давай станешь сюда птичек тогда наоборот пока станет сюда и следующий ход 2864 тоже кстати таки не объявился пока так аделька приехала домой мы наверное докупаем все таки птичек пока мы с вами еще не забыли это сделать здесь их заодно можно улучшить так на грейд одной сколько надо 40 капец 10 это 400 сто четыре тысячи не это сильно дорого то на потом значит остается 10 10 по хорошо пойдет подвезем то что есть кстати брать ли с собой скелетов наверно да без них будет сложновато гунарчик отлично все довозит так птичек 14 я вот думаю может быть не брать уток на этот бой лучше взять побольше единичек или наоборот взять уток на не брать ангелов и наверное так полезен без скелета до сразу же замедление и дальше поехали так ну что снимаем с тебя ответку с тебя наверно тоже вот с двумя нижними попробуем сначала разбираться с тебя сняли из тебя сняли хорош чуть-чуть не добили но надо же придется отбегать и снимаем ответку с чемпионов либо блокируем им проход давайте проход лучше заблокируем 38 кстати опасненько было 181 кто ответку будет снимать попробуем перестроиться пока ну собачек не хочется тратить 100 100 не но выгоднее конечно все равно сотками закидывать 38 все равно бить нельзя хотя ладно собачками да вы понем или ангелочь ангелочками лучше в следующем раунде хорош все 15000 опыта ну и магия воды кстати она нам зашла как раз неплохо на самом то деле под нашу молнию которую нам дали как раз таки колечко надо забирать под скелетов тоже как ни крути они не хотят с нами драться а я тоже не хочу на них тратить ману красный шарик пока что брать не хочу даже на разгончик не хватает разгоним и тераком свиток надо подобрать который мы отбили он какой-то высокоуровневый вполне возможно что там реально что-то стоящее силу магии попробуем с вами еще поднять 5 9 6 4 о вот появился соперник наконец-то добежал сюда золотые шахты правда пока еще не брал а главный герой вообще не разгоняется у него но это работает мне на руку конечно чего уж тут и говорить так терак берсерк кстати берсерк это интересно а я могу огня как назло не взял отказался тогда ну ладно так сейчас будет крайне неприятная битва но ее нужно провести но самая неприятная битва будет вот это но она реально того стоит ладно понеслась о хорош ой ой хорош блин какой же это топ сейчас произошел дипломатия тащит ой жесть какая ну что самый сложный бой из всех которые мы ждали с вами нет виверн пожалуй брать не броду что может быть присоединяться как думаете навряд да но это самое топовое что мы можем взять и в принципе все что нам надо для победы да 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 их слишком много под 90 ладно на вампирах попробуем тащить ой 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 дизма ралички щитка у меня нету да да специально подставляемся под удар ой 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 вот это плохо у меня же нет лечения но есть снятие заклинаний хорош да ё-моё ну вы издеваетесь пятая скорость получается да что следующий раунд пошел ну да так мана экономим однозначно давай в уголочек ну ее ее я ему некуда деваться ну в таком случае вэйт тоже выйдет наверно минус чудище о ее ее ей ну ладно оно все равно даже с такими потерями но того стоит даже с такими бежать бежать 60 хп я ангела слил все армак уже спит тоже бред начинается что за ерунда блин была сделана сейчас капец просто сядь по тупости вот так вот отдать ангела но это только я так могу так нам надо подождать пока вам посека появится возможность добавить себя в количестве хоть чуть так но скелеты должны стоять и терпеть ради того чтобы вам посеков побольше было можно даже всех скелетов отдать при паре ли ужаснейший бой вот честно ладно таким макаром мы сопернику даем немножко форы у него там судя по всему дела и тут не очень хорошо начинал не вам посеком кстати тоже хана это уже все тот стейк который остается это уже бред натупил отдал по тупости 127 103 ладно ужас конечно но что поделаешь гонаром снизу хочется еще разведку провести гоня подвоза я даже не знаю не знаю может змейки пригодятся поделенные на единички в какой-то момент вообще можно в целом пополнять ману и уже эти убивать соперника с той армии которая есть в начале следующей недельки и наверное даже не зачищать оставшуюся трежерную зону и типа пойти по дорожке кулончик на плюс скорости забрать хотя конечно можно побегать еще по присоединять кого-нибудь но сейчас это уже делать будет сложнее гораздо сложнее так прибыл ход смотрим что там есть чуть ниже шлем есть очень топовый ну а мечик слабее на 400 стрелочка бьет можно просто закидать его магией что разбиваемся тогда наверное или как мне видится вариант с разбивкой сейчас и вывозом армии отсюда с другой стороны армия отсюда не вывожу что очень плохо я думаю что соперник не должен же сюда приехать правильно я на это надеюсь по крайней мере потому что он тут еще ничего даже не собирал так как она разбиваться мы наверное вот тут будем на стражах так раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять все поедем разбиваться на скелетах или вообще можно на гарпии разбиться правильно правильно конечно конечно правильно так и все пополняем ману и тогда уже едем его убивать отступаем разгоняемся так ну виверн наверное хочется подвести потом так а что придумать с вами так наверно тоже сюда или вот сюда так вот он начнет так гундулка начнет отсюда собирать бонусы что гм3 наверно поставил или просто лучше скупиться потом более топовые все не нам нужна будет скупка поэтому давайте подумаем насчет разгончика самый топовый вариант по разгону которые есть и заодно надо не забыть телепорт хотя скелетов мало я не знаю если смысл под них учить телепорт пять девять шесть пять да так ну что финишная прямая никаких следов присутствия соперника пока не видно сто тридцать маны так ну армию мы отсюда вроде как спокойно вывозим то есть можно в принципе гундулу вполне запускать вот таким вот образом дальше у нас терак тоже самоцветы но прямо по самоцветам конечно очень сильно раздало так все идем по пути все не кримии едем добивать соперника наверно так улучшать чудищ получается что нам даже некогда забираем забираем птички все кстати вопрос идем по дорожке или все таки по бездорожью на соперника и вот и и и Ну что, может тогда не будем палиться. Пока. Станем сюда поднегрение. И поехали опять выменивать. Кстати, блин, можно было ГМ все-таки поставить. Третий. Ну, это по сути не критично. Так, начинаем домой везти собак. Пачка ящеров в Вивер. Ну, блин, у нас так много армии, что все даже и не влезет при всем желании. Так, ну, соперник нигде так и не появился. Все. Значит, тогда идем на завершение партии. И, наверное, без ящеров, да, просто Вивер на добираем. Без ящеров получается. Ну, ладно. Без ящеров, так без ящеров. Без ящеров, так без ящеров. Так, так, так. И одна единичка. Ну, да сейчас. Надеюсь, по единичке, да. Ударили по единичке то, что надо. Теперь мы еще и эксперты воды. Ну, хотя две единицы маны. Не, наверное, опять под хостой просто попробуем выбить. Тридцать шесть. Все. Ну, дальше уже со скелетами придется ехать. Мы их только-только начинаем фармить. Не-а. Тут даже без ускорения и замедления должны разбирать. Принять. Скелеты воины. Ну, давай, ладно. Вместо этих примем. А вот и Брису мы обнаруживаем. Пришло время цепочку выстраивать тогда. Модельку сюда. Терека выше Гунара может быть ниже. Вот как-то так. Ну, и будем смотреть, как он будет реагировать на нашу армию. И, в принципе, на наши серьезные статы. С которыми мы пришли к нему в гости. Соперник сдается. Даже без финалочки. Блин, жаль. Звучит музыка. Продолжение следует...